Доброго здравия, друзья и подписчики, а также гости канала. Рад вас приветствовать на авторском канале Роман Зайцев «Живу на ДВ». И сегодня хотелось бы несколько слов сказать о голосовании, если можно его так назвать, вот за вот эту вот книжечку. Да-да, именно за эту книжечку, ведь это всего лишь проект. И придя на выборы, мы автоматически акцептируем навязанную нам оферту и утвердим этот проект, приняв по сути Конституцию Российской Федерации и узаконив ее со всеми поправками, которые к этому проекту будут предложены. Напомню всем, что это проект Конституции Российской Федерации, который принят как бы 12 декабря 1993 года. Некоторые говорят, что то, что я делаю, является борьбой. Наше профсоюзное движение, движение народных советов. Я бы сказал, что это не борьба, а это акт некоторого несогласия. И что мы хотим на самом деле? Мы хотим здесь мирного неба над головой, в общем-то. И наш спас – это земля, данная нам Богом, на этой земле, чтобы была еда, чтобы была крыша над головой и чтобы было тепло. Все это составляет нашу среду обитания. И продвигая эти наши народные интересы, мы сталкиваемся с разнообразными вопросами, которые нам подкидывает усиленно пятая колонна. Значит, вот есть проект Конституции Российской Федерации и есть Конституция, она у нас распечатана, СССР от 7 октября 1977 года. Здесь тоже некоторые идут юридические несогласования. Каждый, как говорится, со своей колокольни по-своему толкует. Кто-то говорит 77-го года Конституция, действительно сейчас юридически, кто-то говорит уже 78-го года Конституция, кто-то говорит 1936-го года. Ну вот, коллеги распечатали Конституцию 1977-го года, и тут, в общем-то, есть все. Все для человека. Значит, рекомендую вот с этой вот книгой ознакомиться, прежде чем говорить вот об этом. Значит, то, что касается голосования. Хотелось бы поговорить именно вот о чем. Одни говорят, что не надо, мы не пойдем ни на какие голосования, так как мы не ходили на выборы и прочее. Другие говорят, надо голосовать за Конституцию, надо прийти на выборы и проголосовать. Начну вот со второй позиции. Сразу еще оговорюсь, что упыли, надевшие форму фашистов, проводя со мной беседы неоднократные, напоминали мне, что старший брат за тобой следит, и мы отслеживаем все твои видео. Поэтому в моих видео не найдете ни агрессии, ни каких-либо призывов. Я не буду призывать вас голосовать или не голосовать. Это дело каждого. И, соответственно, никаких поводов для того, чтобы карающий меч вот этой вот группировки обрушился на меня, я не предоставлю никаких аргументов. Поэтому всегда поликорректно, всегда ясно и понятно буду излагать твои мысли. Также меня просили привести пример бытовой оферты. Ну вот, пожалуйста, вот вам бытовой пример. Значит, всякого рода хайперы, хейтеры разнообразные, фейки там и прочие фасоны цветные. Те, кто, значит, объявляет, те, кто возводит клевету, поклёб, разнообразное оскорбление, здесь вот ниже под роликом в комментариях, на авторов, то есть на авторы канала Роман Зайцев, Живу на ДВ, они автоматически, как это лидует у нас, да, в законодательстве Российской Федерации, они автоматически априори приобретают статус животного. Вот вам, пожалуйста, простейший пример оферты. Также я хочу напомнить, что ваши подписки, ваши лайки очень помогают продвижению канала и той работе, которая ведется мной, участником первичной правозащитной организации профсоюз Николаевск-на-Амуль и Николаевского района, практически безвозмездно. Так что, значит, ваши лайки, комментарии, подписки особенно, они очень помогут продвижению канала. Помощь каналу приветствуется, но не навязывается. Все мои контактные данные для вопросов и прочего находятся под данным видео. Также напоминаю, что веду работу с населением и оказываю посильную, компетентную, в чем я компетентен, юридическую и правозащитную помощь в написании, значит, разнообразных заявлений, жалоб, воли изъявлений, требований и тому подобного. Значит, данные вещи, если это возможно, также я могу сопровождать, взять на контроль, то есть отправить сразу по электронной почте, чтобы это было ненапряжно, и проводить мониторинг того, что ответят нам наши слуги, которых мы не выбирали. Также, принимая участие, я оказываю помощь в мире своей компетенции в подготовке судебных исков. Но еще раз напоминаю, вся информация, все контакты находятся под видео. Очень большая просьба, кстати, посмотреть данное видео на YouTube, это тоже очень помогает в продвижении канала. Перейдите по ссылочке, если вы смотрите данное видео где-то в социальных сетях, в пейджерах, и перейдите на страницу YouTube, добавьте просмотров, и помогите продвижению канала. Опять-таки, это просьба, это не требование. Требуют у нас вот ребята, которые нам навязывают вот эти вот, не совсем, скажем так, правовые решения. Значит, два течения. Значит, идти голосовать, а не идти голосовать, и идти голосовать. Давайте сначала о том, если говорят идти голосовать, апеллирую в первую очередь тем, что надо как бы дать больше прав грампу Конституции Владимиру Владимировичу Путину. Сразу скажу, что против Путина никаких высказываний. Я, в общем-то, весьма даже во многих вещах одобряю его политику и понимаю, что руки у него связаны, так или иначе. Но здесь момент того, что очень сильна пятая колонна. И сейчас это объясню. Смотрите, на местах Путин какие хорошие вещи говорит, да? Берите власть в свои руки, самоуправляйтесь. Что он еще говорит? Пишите, самоуправляйтесь на местах, оставьте вот это вот управление ручное. Потому что куда приезжает Путин, да? Сразу все цветет и пахнет. Путин уезжает, дорогу асфальтную за ним собирают и перекладывают в дачу какого-нибудь там чиновника вот так и поставленного. Фургал приезжает, да, Сергей Иванович, тоже, ой, все хорошо, но он решает вопросы на местах. Помочь матери-одиночке, дать кому-то квартиру, да, нуждающемуся, какие-то выплаты помочь, обеспечить и вот тому подобное. Но все это на местах. Был у нас наш земляк власти, Николаевский, Чайка Юрий Яковлевич, но тоже он приезжал и срочно-срочно чистили дороги, мыли город, все убирали. Он приезжал, как бы на встречу с одноклассниками организовывал эти встречи, все сами об этом трубили. О, Юрий Яковлевич приехал, главный прокурор Российской Федерации. Вот тоже все, город чистился, мылся, очищался. Мы даже как-то написали ему письмо, пожелание, Юрий Яковлевич, приезжайте к нам в город хотя бы раз в квартал и тогда у нас будет более-менее порядок. Естественно, до него письмо не дошло, но чиновники, я думаю, поулыбались из рядом стоящих. Ну, теперь у нас Юрий Яковлевич смещен далеко на периферии, теперь он всего лишь прокурор, всего лишь одного из многих субъектов Российской Федерации. Я думаю, что теперь часто он так приезжать к нам не будет, но и рандуму стал, помниже и город, думаю, убираться уже будет на порядок ниже. Так вот, я уже освещал в ролике «Кто такой Путин?» Ссылочку тоже ниже я размещу на этот ролик. Наслушался на разных ресурсах многого лесного в кавычках свой адрес и путинуидом называли, и прочими эпитетами награждали. Значит, ролик называется «Кто такой Путин?» «Пятая колонна отдыхает». И там я озвучил такой тезис еще, что лучше все-таки Путин, чем господство мирового сионизма. Правильные вещи озвучиваются Путиным, еще раз повторюсь. Самоуправляйтесь, самоуправляйтесь на места, берите вот, соорганизовывайтесь, берите власть в свои руки и самоуправляйтесь. Дистанционно, здесь, на местах, сами. Второе. Если нужны средства, пишите программы, средств валом. Федеральные деньги, будто они лежат на полке. Пишите программы, обоснования, и все у вас будет. Но, тезисы хорошие. А также про связь телекоммуникационную, чтобы везде на местах, там, в деревнях, в самых отдаленных был интернет, чтобы люди слышали слово своего, своего, правительства, и так далее. Были в курсе, не отрывались информационного движения страны. Тем не менее, что мы наблюдаем? Связи по деревням, по многим, как не было, так и нет. Не знаю, сделали на Нижнепронгах, на Пуэре у нас связь, поселки отдаленные. Ну, не знаю, знаю только, что там связи не было, практически интернет там вообще захлебывался. Человек уезжает, и все, и в никуда. Даже позвонить не всегда, вот, связь берет. То же самое, касается вот лагеря в поселок, у нас есть, ну, не знаю, может быть, что-то сделали, в чем сомневаюсь. Самоуправление взять, да, кто слушает, такие народные советы, если там кто-то ее слушает, что-то, то больше так, там, для галочки, что-то может быть, там, ну, возьмите, мы вам, ладно, чтобы, как бы, головой покивают, но ничего реального, ничего реально, в общем-то, не делается. Делают те же самые народные советы, которые полномочили сами себя, самоучредились, выдают документы, там, с СССР и прочее. Вот. По поводу федеральных программ, вообще, полная зажатость, да, наблюдается, чтобы, допустим, мне вот взять, да, что мне, скажем, мне взять, или поседу моему, взять, допустим, под ту же программу, гектарную, скажем, тот же трактор, чтобы распахать, и просто засеять все картошкой, накидать гороху, чтобы вот это вот, хотя бы, основное выросло. Климат у нас все хуже и хуже, три года уже, вот, на Дальнем Востоке, но, именно, в Николаевском районе, не было нормального лета. Сейчас вот тоже, вот, уже две недели тучи, дожди, не знаю, какой урожай будет. Чтобы взять вот этот самый трактор, вот этот самый трактор, мне нужно, по разным федеральным программам, иметь не менее, ну, естественно, хорошее обоснование, с этим проблем не будет, но иметь не менее 30% того, что я запрашиваю. Скажем, 3 миллиона нам нужно, то есть миллион, чтобы у меня был. Ну, позвольте, откуда у человека, который живет на зарплату, там, 20 тысяч, откуда у него такие сбережения? Ну, взять кредит, в общем-то, сельское хозяйство довольно рискованный вид бизнеса, вообще вид деятельности, и взять такой кредит, во-первых, еще и потребуются какие-то залоговые вещи, да, ну, это, в общем-то, нереально. Ну, и видите, как бы, тезисы озвучиваются правильно, пожелания, рекомендации, но, как это, гасится все, в перспективе пятой колонны, вот, как это все проходит, поэтому, здесь, как бы, такая палка о двух концах, Владимир Владимирович, как бы, доверие, конечно, доверие есть, лично у меня, но, вот, то, что сделает пятая колонна, и что в свете этих поправок, там они планируют сделать, там одна из поправок, да, самое главное, объявить себя правоприемниками СССР, ну, это, извините, вот, в этом вот проекте я не участвовал, я даже, честно говоря, не слышал о нем, я занимался, в общем-то, учебой, в 92-м году школу только закончил, в 93-м году готовился еще поступать в политехнический институт в Хабаровске, еще в одно высшее учебное заведение, об этом, честно говоря, голова вообще мало у кого болела, никто, как бы, не думал о политике, но, когда о политике не думаешь, политика занимается тобой, и вот она стучится к нам в двери, требует от нас каких-то репараций, вот, какие-то долгисты, нас убивают, совершенно все забыли о том, что в 45-м году, в 1945-м году, мы победили мировой фашизм, ну, не добили мировой сионизм, к сожалению, не было такой возможности, так же, я очень, с большим доверием, уважением, слушаю Владимира Пягина, который разлучивает, то, что происходит, политическую картину мира, в рамках концепции общественной безопасности, и очень он дельные вещи говорит, я вот периодически слушаю, где-то раз в квартал, я прослушиваю парочку у него часовых таких обобщающих материалов, но последнее время, вот, когда он говорит, Путин, вместо Путина он говорит, государь, с таким придыханием, ну, как бы, я не до конца верю, вот, как говорил, Станиславский, не верю, ну, я, я верю, не до конца, я же обещал быть политкорректным, как все, возможно, в этом, я не прав, конечно, ну, напишите меня, ткните, где я не прав, в чем объясните, ну, я вижу это так, одно дело, значит, Путин, Горан, Конституции, а и другое дело, пятая колонна, которая ему противостоит, всевозможно, потому что, если, допустим, они объявляли себя, правоприемлемо, продолжателями СССР, теперь они хотят стать правоприемниками, загребаться себе, вот эти все активы, которые есть, замороженные на счетах, и как они ими распорядятся, вот этого мне Путин, к сожалению, гарантировать не может, поэтому, вот, лично мое мнение, я, не хотел бы голосовать, вот, за вот то, что предлагает, за поправки, ну, и как можно вообще голосовать за проект, то, в общем-то, чего до июля вообще не существует, ну, нету Конституции, есть проект, ну, юридические же Конституции, нет, юридические есть Конституция СССР, ну, и тут, видите, как тоже пятая колонна, вносит разногласия, в ряды, реальных патриотов, реально те, кто просыпается, они просыпаются, им говорят, тем 10 седьмого года Конституция, другие говорят, тем 10 седьмого года, третий подбегает, да нет, бросьте, тридцать шестого года, ну, и так далее, сначала, я думаю, нужно навести порядок в голове, ни на кого не кричать, ни хаять, а просто брать и разбираться, ну, честно, я не до конца разумраю, может быть, тоже кто-то подскажет мне, какого года Конституция, это у нас, СССР, правомерно, вот в этом, я считаю, тоже надо разобраться, так вот, мое мнение, что голосовать за это дело, я не буду, никого на это дело не сподвигаю, я объяснил почему, второе, да, если, не голосовать, вот именно, давайте разберем ту ситуацию, что просто не идти на выборы, ну, сами понимаете, ну, как, просто не идти, просто не идти, ваш голос пойдет, как говорится, в зрительский зал, как захотят, так все и делают, и я в ко мне придумаю, как статистика, знаете, делается, вот, допустим, голосуем все за то, чтобы вот такого нашего дома, вырыть колодец, так, ну, колонку поставить, около нашего частного сектора, вернее, в нашем частном секторе, ну, предметно, я думаю, для большинства тема актуальная, опрос прошел, 100 человек, допустим, да, в России, из них, из этих человек, 97 за, и 3 человека против, ну, такая тоже пятая колонна затесалась, да, что делается, показывается статистика, такая, переворачивается, то есть наоборот, трое, за, а 97 против, и нам показывают, по зомбоящику, по телевидению, показывают, вот этих вот, троих, показывают троих, которые против, и двоих, которые, которые, которые за, как бы, вот так, и, такое вот создают, в голове такой, калейдоскоп, смотрят, ну, да, как бы, вот их же больше показали, вот так вот, примитивно делается статистика, видимая статистика, я спросил статистику, сколько нас осталось, да, горько улыбалась, качала головой, почитал источники, интернет-источники, и понятно стало мне, что идет война, тем не менее, мы живем, занимаемся сельским хозяйством, значит, продвигаем народные интересы, насколько у нас это получается, в наших непростых условиях, вот, Дальнего Востока, как вы знаете, я живу на Нижнем Амуре, и нас осталось, здесь на самом деле, немного, но, нас снова, но мы, пыльняшка, значит, не идти на выборы, это тоже не вариант, по крайней мере, для меня, ну, как тут не идти, я знаю, что моим голосом потом будут манипулировать, почему, ну, потому что я, и как вы все, находитесь в них, в базах, в базе данных, кто им дал право, вот этим ребятам, внести вас, в списке избирателей, в свои базы данных, были тоже у нас ответы, что они, как бы, потому что, потому имеют право, ну, ладно, имейте право, ну, а согласен на обработку персональных данных, кто вам давал, тоже, что ли, потому что, потому имеете право, тоже непонятно, не правовая основа у них, и поэтому, как бы, мой путь, вот лично, я, например, сейчас расскажу, что, я предлагаю, со своей стороны, нет, не буду предлагать, не предлагаю, не агитирую, то есть, значит, делал я, я сейчас покажу, просто, несколько ретроспективно, эти вещи, значит, к слову, еще сказать, что, значит, по гражданству Советского Союза, я делал несколько запросов, делал, значит, в местное отделение внутренних дел, министерства ОМВД, Николаевского района, по Хабаровскому краю, и делал, запрос в главные МВД, то есть, МВД Российской Федерации, и, значит, мне ответили с местного отделения, что, согласно их ответам, я имею гражданство Советского Союза, никуда она не девалась, но, тем не менее, они утверждают, что я имею еще и второе гражданство, которое получило ферты, вот, кстати, вот эти вещи, а, МВД РФ, оно там вообще такую бредятя бы мне написало, это кошмар, прописало все оферты, которые я принял по умолчанию, вот, и так далее, поэтому, кстати, скажу вам, что никакой справки, вот эти чиновники Российской Федерации, о том, что вы имеете гражданство, Советского Союза, вам никто этого не даст, не предоставит, единственное, только если на местах САР, значит, учредятся, какую-то организацию, значит, учредят народные, и эта организация учредит паспортный стол СССР, и они будут эти документы выдавать, но, опять-таки, тоже палка о двух концах, можно, в общем-то, по статье пойти, и подделка документов, я уже говорил, некоторые, некоторые такой лайфхак, если вы на этих справках будете писать, миленькими буквами, театральный эквизит, шрифтом, тролечкой, четверочкой, чтобы, тут просто линия видна будет, просто линия на документе, при экспертизе, это будет все понятно и видно, так что, с таким, допустим, запасом прочности, с такой следственной защитой, уже, в общем-то, можно этими бумажками, как говорится, гражданством душу потешить, но, если я, имея гражданство Советского Союза, не выходил, не увольняли меня, заявления не писал, так я ему остаюсь, как, кто мне может нарезать двойное гражданство, к чему я это говорю, на этой теме, некоторые тоже пытаются проехать, и чтобы пишут письма, чтобы их исключили из базы данных избирателей, на это никто не идет, тем не менее, отвечает, потому что, потому что вы все равно гражданин Российской Федерации, не слушать ничего, просто пишут под шаблон, я думаю, уже просто скрипты написали, по моему совету, сидит чиновник, и просто подписывает листы, которые выходят, понимаете, как скрипт делается, программное решение, на определенные ключевые слова, выходит уже отдельная болванка, их там, находится там сотня в обороте, а чиновник просто их подписывает, штампует, регистрирует, или даже, может, и не подписывает, может, там даже чиновника нет, поставили электронную подписи, и все, может быть, кто-нибудь, Факсим Илья щелкнул свое, единственное, чем они могут заниматься, почта еще отправлять, вот для этого чиновники там еще могут сидеть, а так, если даже по интернету, хороший программист, или штат программистов, решит любую задачу с завалом бумаги от населения, поэтому, заваливать бумагой чиновников, тоже не стоит, и излишник ослабляет, и, ну, не в нашу пользу, с ними надо находить общий язык, и делать из них союзников, вот, об этом, последние мультики, открыл бумаги, посмотрите внимательно, все стали союзниками, и потайни, вот этот пират, и салавей, и разбой, не так или иначе, они как бы вот, с нами двигаются, очень хороший респект, вот этой студии мельницы, мультяшной, так вот, это все не работает, что я гражданин СССР, исключите меня из баз данных, не работает, но вот, пришел, на выборы, автоматически, в общем-то, все, сказал, что автоматически тебя включили, все проголосовал, как там, что, да, там, против, распределять, как будет нужно, правильно, согласен с тем, что нужна явка, что народ придет, но опять-таки, явка-явка, и даже если мало придет, статистика, как делается, уже рассказал, тоже, да, все как бы, и здесь закрыто, и здесь закрыто, отозвать данные не получается, прийти, опять-таки, ты пришел, показался, опять закрыто, что же делать, ну вот, предметно расскажу, сделал папку, что просто показать, все собрал кучу, несколько, некоторое время назад, это было у нас, в 2018 году, мы выбирали, губернаторов, в частности, значит, здесь, в Николаевском районе, я живу в поселке Красное, мы выбирали умных обезьянок, прошу прощения, я политкорректен, мы выбирали, значит, депутатский корпус, по селу Красное, то есть поселковые советы, мы выбирали, значит, депутатов, по-моему, района, Николаевского, и мы выбирали губернатора, так вот, значит, что сделал я, я, значит, заранее оформил протоколы решения, гражданина человека, ну, предметно, да, у меня своя номенклатура, тогда уже была, 027 КУСК, 2018, 027-09-2018, протокол решения гражданина человека, по факту нарушения избирательных прав, избирательной комиссии, в связи с отказом, предоставить возможность проголосовать против всех, вот, что я хотел сделать. Почему против всех? Опять объясняю, почему этой графу нету. Что происходит на выборах тех же депутатов, или там, иных чиновников, губеров там, и прочих? Вы приходите на голосование, вот эта вот книжка, это есть главный их первичный документ, то есть, то, что вы им даете свое согласие на управление, вот тем, про кого проголосует, вот вашего имени, на срок, вот сколько там у нас, пять лет, да? Было четыре года, потом что-то пять лет стало, да? Или шесть. Что-то забыл уже. Вот, значит, даете на этот период им право управлять от своего имени. А кто там будет? Там нет случайных людей. Нет. Кто там будет? Это не важно. Важно то, что вы своей подписью пришли и сказали, «Да, вот я сдаю право ему управлять от моего имени». Вот что происходит. И я пошел, значит, с этой стороны и решил сделать вот такие вещи. Значит, составил протокол, в чем, значит, привел, привел свои аргументы, сослался на, все согласно, значит, рецептам Сергея Данилова, было выполнено, значит, сослался на статью третью, статью тридцать второй Конституции РФ, статью первую, статью третью Федерального закона, от 0610-2003, номер 131 ФЗ, об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. То есть, ну, смысл в чем? Власть. Власть народу принадлежит. И вот я, как непосредственно, выразив свою волю, не через чиновников, а непосредственно, выполнил, значит, решение, вынес решение гражданина человека и запротоколировал его. И здесь выразил все свои аргументы, что происходит неправомерность некая, и принял решение, обязывая вернуть мне право осуществлять свою власть через органы государственной власти, восстановив бюджетник для голосования гробу против всех, при выборах всех уровней власти, включая президентские. Второе. Признать действия избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия Николаевск-Намы незаконными. Третье. Признать выборы в губернаторе Хабаровского края РФ 09 сентября 2018 года незаконными и недействительными. Четыре. Выявить труд виновных и возбудить в отношении них уголовное дело статья 141 УК РФ Восприкадствование осуществления избирательных прав при работе избирательной комиссии в части 2 пункта БВ. Пятое. Доставку настоящего протокола возлагая на дежурного в избирательном участке номер 384 у нас был сотрудника полиции с одновременным оформлением полицейского протокола на предмет нарушения моих конституционных избирательных прав. В случае невозможности воспроизвести описанные действия доставка настоящего протокола до исполнителей будет делегирована любому из членов избирательной комиссии. Шестое. Видеоконтент, написанный человеком по имени Роман Сергея Зайцев будет размещен в сети интернет на именном канале Роман Зайцев Живу на ДВ и на сопутствующих ему ресурсах. Видеоконтент будет рекомендован к распространению как результат гражданской и человеческой самосознательности и самоосознанности. Обязываю принять решение 027 КУСП 2018 от 07-09-2018 к исполнению. В случае невозможности исполнения сопроводить до конечных исполнителей. Вот. И вот это решение к этому решению к каждому я приложил избирательный бюллетень, который мне тут навязывался. То есть смысл в чем заключался. Я эти решения предложил как здесь описано дежурному полицейскому. Дежурный отказался принять и соответственно даже отказался вызвать интергруппу. Ну я понимаю, все полицейские были заняты своей непростой работой. Вот. члены избирательной комиссии также отказались принять от меня вот эти вот протоколы, содержащие в себе решение человека. Мои действия дальнейшие были продиктованы интуитивно. Я просто забрал эти бюллетени у них и ушел. Но. Здесь какая ошибка моя была. Сейчас я не скажу. Значит я ушел и результат я увидел спустя некоторое время, на выборах приняло участие 8000 там с чем-то человек и проголосовало среди них на единицу меньше. Вот эта единица значит являлся как раз я. Что из этого можно вот посмотреть, да? То есть если все пришли даже вот не нужно этих решений это трудоемкое значит энергозатратное и тому подобное. Целая папка этих решений нужно сделать все правильно. Ну если сделать там шрифтом десяточки то как бы все равно листов 8 у вас на это уйдет. Потом отнести прокуратуру своим пешком как говорил Джан Шут все равно энергоемкое решение такое время затратное. Просто прийти если допустим если ну я предполагаю что если бы все пришли и забрали своих людьми тогда было бы допустим приняло участие в выборах там 8000 человек проголосовало среди них ноль. это претендент ну такого претендента я более чем уверен не получится потому что опять же кто-то в меру того что понимает в меру того что недопонимает и так далее кто-то в меру там осознанности тому что нужно вот дать государю как говорит больше полномочий и так далее разморозить активы советского союза такого не получится и вот ошибка которую лично я сделал это я значит расписался в этой книге а что я говорила об этой книге я им уже автоматически выдал эти полномочия хоть ну и забрал я эти билетни ну показали мне эту единицу что не проголосовал ну пришел же пришел и дал им полномочий первого значит как бы Сергей Иванович Шпорт от моего имени управляет и я как бы ну с него имею полное право спросить я ж подпись поставил а кто там стал бы губернатором Хабаровского края неважно вот это момент политической игры не буду ничего говорить плохого хорошего просягия Ивановича пиариться на нем не буду не мой стиль и я пошел еще значит дальше раз уж значит я им выдал полномочия значит восьми обезьянкам прошу прощения восьми значит избранникам народа так сказать в селе дал полномочия от моего имени руководить восьми избранникам в Николаевском районе которые вполне спокойно потом выбираются Глобнюка который руководит Николаевским районом вот что сказать вот эта подпись она является ключевым моментом пришел раз ошибка подпись поставил слою два ошибка я подумал что бы сделать если прийти не приходить нельзя прийти тоже если прийти и просто взять и зачеркнуть себя в этой книге получается испорчен первичный документ это опять-таки претендент даже если это сделает единица а если сделает десяток я стал позваниваться с наших значит с участниками Братсоюза Николаевского на Амуре Николаевского района и задавайте такие вопросы и как бы делиться тем что я наверное сделаю так ну и как бы я думаю что это одна из линий как бы отслеживали я смотрю так я же вам сказал что как бы при его давать за мной следят мало того что меня постоянно прослушивают по телефону характерные весьма вот такие идут фоновые сигналы мне об этом тоже часто говорят но мне таить нечего я весь на канале какой я есть такой я себя как бы представляю я думаю что это об этом мы говорили мы выбирали в 2019 году в Хабаровскую Краевую Думу законотворческую и было представлено 4 кандидата ну там кандидаты были смешные особенно ну более-менее значит был серьезный вот Галик Рафиковича Вадимян по крайней мере у него там какие-то там движения получались ну тоже как бы особо хорошего много сказать не могу ну и как бы плохого тоже уже говорил о нем стиль хай там всех каждый в меру своего понимания делает что-то да а в меру непонимания своего он работает на тех кто понимает больше них ну я рад что как бы у него появилась как бы доплата хорошая как его строгому бюджету вот все-таки два торговых центра и еще как бы масса всего я думаю что это не солидно скажем так не солидно для человека слишком небольшой доход хотелось бы конечно больше я рад что он стал депутатом ну так вот я хотел вычеркнуть себя и я думаю что поглядев на меня это сделали бы еще некоторые люди но оказалось что видимо именно это было ключевым моментом одной из линий вот по которой сказали нет значит нужно выдать ему такой стоп стоп в гору и против меня было фабриковано уголовное дело очень все хитро сделали спасибо кстати вот им что хоть не подкинули мне в карман какой-нибудь ерундистики вроде там наркоты и прочего зенитные ракеты какой-нибудь или чего-нибудь там килограмм 500 торопило да вот все было намного тривиальнее и проще об этом я думаю что-нибудь еще запишу потому что вот на те действия которые были выполнены против меня сейчас написано заявление в прокуратуру ну это называется после драфика лаками маха тем не менее как бы я остаюсь при своей позиции и у меня не получилось у меня не получилось вычеркнуть не то что не получилось а слишком силен был прессинг давлением со мной постоянно проводились беседы в том числе в нашем профсоюзе я так понимал копая как бы все это дело рассредоточить чтобы этого не было ну и так же очень серьезно отнеслись одни к вот этим моим участием в выборах мне сказали так у нас явка 100% у голосования 100% голосуй за кого хочешь это понятно да попьем аж главное что было чтобы дать вот этим ребятам возможность сказать всем а мы же управляем от вашего имени вы же поставили свою попись кто-то там не пришел вот не буду кандидатов обсуждать большинство из них я говорю смешные ну вот более более менее вот кто что-то там у кого что-то получается это вот гаги ракте корича бадимян я хотел естественно вычеркнуть все но так как мне в общем-то состояние здоровья уже было нефти казематы сказываются на любом организме очень-то не очень хорошо также было отказано неоднократно медицинском обследовании на основании лишь того что я отказался подписать свое согласие на распотрошение добровольное все знаете да 323 федеральный закон открывайте пункт 47 там все черным подъемом подписав один раз можно даже ваших детей заматерли все в апреле подписали за себя и за них но об этом сейчас не будем разбирать вопросы если пишите в комментарии я отвечу постараюсь по мере свободного времени вот я хотел сделать такой вариант но я как бы не рискнул я поставлю какую-то фигню вместо подписи там линию прочеркнул но не важно камера фиксирует если что оппозиционный роман за это вживутный ДВ если че он голосовал все видите как он же что-то поставил что он там поставил неважно крестик нолик черточку вообще ерунда то естественно бюллетени что я с ним сделал ну зачеркнул я их ну положил в урну бюллетень больничный лист выкинул в урну совершил поступок то есть не рискнул вот такие вещи делать сейчас как бы вот что сказать я бы конечно хотел вот эту вещь осуществить то есть то в чем я не принимал участие в голосовании за этот проект я бы вот сейчас как бы просто выразив свою волю взял бы и вычеркнул себя из вот этой вот книги вместо подписи ну буду это делать или не буду еще не знаю чем я решил до конца ну вот как бы это одно из вот моих таких видений ситуации то есть испортил книгу создал прецедент вся книга летит к черту книга допустим одного зеленого пункта летит к черту летит к черту вся правомерность района ну и далее смотря как это преподнести как это поддать и будет ли самые данные вещи изучать еще один вопрос опять таки раскачивание лодки да часто мне говорят не кочеводку на которой сидишь как бы мы все в одном отсеке но это кубовские знания на которые петров константин павлович звучал предметно и мы все уже поделина все глобализировано отсеки подводной лодки распределены и мы все в этой лодке находимся где-то там курорты где-то там мировой олигархат где-то значит производитель главный в Китае да в Турции там курорты Великобритания это глава всего Америка это значит под ними колонии тоже там такой полицейский мировой ну и у нас как называют нас Российская Федерация у нас чисто среди предаток то есть мы там в топливном отсеке находимся и облиговорят не раскачивают лодку да вы хоть понимаете как вы лодки там находимся и еще раз скажу о том чтобы отдать ресурсы вот в руки этой пятой колонны я не согласен я не согласен поэтому вот такие варианты озвучены значит можно идти априори сказав что значит все я с вами ребята я проголосовал главное пришел поставил подпись все конкретно это ты за нее значит статистику сделаю все это тоже объясню забрать 9 дней все не заберут их как вариант тоже как бы ну тоже как способ допустим выражения гражданской воли вычеркнуть себя этого не по-логому ну думаю что будет какой-то прецедент тогда сейчас даже вот я почему говорю что я не уверен чутки узнает что там на уме у этих упырей которые сейчас тоже это видео посмотрит даже не знаю вот но тем не менее скажу что у меня ушел ушел страх уже полностью потому что мне не нужны никакие справки в том что я человек хотя справа хватает равнообратно там интересно если тоже спрашивать и напишу что есть значит у воды снике мне ответили что я гражданин советского союза граждан помощи рейки почему-то но факт что гражданин советского союза и я себя ощущая человеком и поэтому мне справки никакие не требуют когда человек ощущает что он человек именно творение божье и имеет связь с творцом не создателем а с творцом непосредственно связь с космосом страх уходит не остается страха а остается чувство уверенности и гордая походка по земле по земле данной нам Богом и которую мы неоднократно здесь полили кровью нашего великого народа еще раз значит напоминаю что оказывало население помощь в составлении разнообразных документов заявлений там сопровождение мониторинге подготовки судебных исков и там разнообразных апелляционных решений кому это будет интересно если кому-то есть необходимость все мои контакты еще раз говорю под видео значит подписочка поможет продвижение канала колокольчик будет держать вас в курсе того что появляется у нас на канале нового хорошая поговорка есть у саперов одна голова хорошо а с телом конечно же лучше Роман Зайцев живу на ДВ добра здоровья счастья радости радости Продолжение следует...